Друзья, всем привет! С вами Константин Горбунов. И, наверное, такое часто бывает, что у вас есть лендинг-пейдж. Ну, это такая болезнь. И иногда есть такая задача, чтобы повесить на лендинг-пейдж большое количество картинок. Причем картинок довольно больших. Ну, например, возьму для примера свой лендинг-пейдж, который я начал делать, и я понял, что у меня сначала начинаются вообще маленькие картинки, которые ничего не весят. Потом появляется... Ну, здесь должно быть видео, его еще пока нет. Ну, а дальше идут уже картинки, которые побольше. Если посмотреть, их довольно много. И все бы было хорошо. Собственно, ровно как бывает большое количество видеороликов, так и большое количество картинок. Но с видеороликами мы боролись вот в этом видео. А сейчас поборемся все-таки с картинками. Давайте представим, что у нас сайт, в котором загружаются сразу все эти картинки. И есть очень удобный инструмент, называется toolspingdom.com, в котором, если вбить... Я специально сделал отдельную страничку. И в ней сделать сразу прямую загрузку всех картинок, как на стандартном лендинг-пейдж, то мы получим вес странички 9,5 мегабайт. Ну, 10 мегабайт. И время загрузки, если, например, сайт будет загружаться в Сан-Хосе, Калифорния, или, ну, не знаю, например, в Шоколаднице в Москве, это примерно 10 секунд, что очень долго. Причем, неважно, это мобильный, или это стационарный компьютер, лэптоп и прочее, неважно, все равно будет загрузиться очень долго. Если посмотреть, здесь, в этом очень удобном инструменте, есть как раз моменты подгрузки. Здесь как раз огромное количество вот этих картинок, которые загружаются, они загружаются постоянно. И, ну, в принципе, все видно и так, без моих комментариев. А теперь я покажу загрузку немножко измененной страницы, в которой загружаются, подгружаются картинки, исходя из того момента, где находится сама видимая область. То есть, человек пролистывает ниже, и ему только сейчас подгружается картинка. Если очень быстро листать, то, в принципе, можно увидеть, что эти картинки подгружаются, вот, например, как сейчас. Но невооруженным глазом, в принципе, это не будет заметно. А если, ну, сейчас я расскажу, как это сделать, и если все-таки это сделать, то есть сделать подгрузку картинок в визуальной только области, то получается, что вес странички сокращается практически в 9 раз. Она составляет уже 1,2 мегабайта. И загрузка, правда, Стокгольм, Швеция, чуть поближе, но, тем не менее, 3 секунды, что я считаю, очень хороший результат. Если посмотреть сюда, в загрузку страниц, мы здесь не увидим эти картинки. В принципе, любую картинку, кроме фона, можно засунуть, то есть, если она засовывается в так называемый div или в какой-нибудь блок, то ее можно, ну, вообще она засовывается тегом img, да, image, то ее можно сделать именно таким интересным образом. Теперь давайте посмотрим, как это делается. Итак, первое. Ну, мы заходим на свой хостинг, как раз у меня две страницы. Вторую я как раз сейчас сделал, индекс 1.php, вот она была изменена только что. А вторая уже была сделана и исправлена, например, сегодня. Итак, первое, что нам понадобится, это зайти в нашу страницу. Она у меня уже, в принципе, я в нее зашел. И внизу самой страницы вставить тег php include once real skr.php. Вот такой вот небольшой код, который как раз и будет исправлять при прокрутке страниц, то есть, при прокрутке, например, мышкой или пальчиком, неважно, исправлять одну маленькую картинку на более большую. По факту этим и занимается скрипт. И теперь мы открываем скрипт real skr.php. Он совсем коротенький, маленький, он выглядит вот так. Сам код я помещу в мой блог, mcontext.blog, можете посмотреть там. И здесь все намного... все очень лаконично. По факту этот скрипт как раз и исправляет... Давайте посмотрим более детально. Он исправляет... Любую картинку сейчас откроем, приблизим в коде нашего сайта. Вот оно исправляет оригинальную картинку, которая у нас стоит по умолчанию при загрузке нашего сайта. Это image.one.gif. Ну, в моем случае это jif, можно вставить img, неважно. Самое главное, чтобы она весила очень мало. Меньше в разы, нежели чем ваши большие картинки. И real skr равно и исправленный вариант, который должен открываться как раз при прокрутке в нужное место. Есть несколько ограничений на этот скрипт. Первое ограничение это нельзя размещать его на первой странице, потому что при загрузке и без какого-либо действия прокрутки он, к сожалению, не появится. Ну, скорее всего. Во-вторых, первая страница в любом случае должна загружаться сразу. То есть, если у вас там что-то на первой странице большое, то это необходимо уменьшить, например, с помощью jpeg.mini. Такого сайта. Ну, вообще уменьшить просто саму картинку и сделать ее менее весомой по весу. И далее. Когда мы дальше прокручиваем, и все-таки есть какой-то фон, то, например, в виде фото какого-то... Давайте посмотрим какую-нибудь страничку, где есть фотофон. Тоже мою. Ну, вот она, фон. И, например, вот внизу фон. К сожалению, фон исправить так нельзя. Возможно, можно переписать санскрипт, чтобы он менял, например, фоновое изображение. Но фоновое изображение вшито обычно в CSS. Поэтому исправить там, к сожалению, ничего нельзя. Вот такие простые действия. Но при этом, как вы понимаете, идет сокращение практически в 9 раз размера страницы. Это очень неплохо. И также не забывайте очень важные вещи. В принципе, можно, опять же, повторюсь, все картинки так сделать. Ну, я вот это не делал. Хотя можно. Также еще не забывайте, если у вас большое количество видеофайлов, также их засовывает специальный JavaScript, который позволяет сначала подгрузить только картинку с YouTube, а потом только сам плеер при нажатии. Что сокращает во много раз загрузку вашей страницы. Друзья, на этом все. С вами был Константин Горбунов. Смотрите обязательно все коды PHP в моем блоге. Также не забывайте подписываться на мой YouTube канал. Здесь просто тонна информации в Яндекс.Директ, Google AdWords, Лендинг Пейдж. И также не забывайте подписываться в группу ВКонтакте. Вк.ком.м.контекст. В нем тоже мы размещаем всю полезную информацию. Пока-пока.